93-й, наверное. А, Игорь, а из чего они сделаны? 93-й год. Я вам рассказывал эту историю, она вообще забавная. Значит, я вам рассказывал точно наверняка. В Алматы. Ну, садитесь. Стась, пусть люди выпихают глоток чаю, глоток кофе. Нет, я могу. Я слушаю. В Алматы. А куда конфеты делать? А, вот. Был саммит ОБСЕ. К Ельцину был представлен человек Коржаковым, который наливал ему чай из коньячной бутылки, ну, чтобы он не очень перепелся. А Назарбаев представил своего человека, который наливал ему коньяк. Ельцин пробовал чай, выплескивал его. Кто-то наливал ему коньяк, он выпивал коньяк. Так демонстративно. А я сидел рядом с Ельцином. Потом Ельцин стал произносить речь и мог бы упасть. Но я его поддержал. Он произнес речь, потом помахал пальцем, позвал Гайдара. Тот побежал, принес какую-то коробочку. И Ельцин мне сказал от президента России за поддержку в трудную минуту. И в этой коробочке были вот эти часы. А через несколько месяцев в Москве был саммит ОБСЕ. И там Ельцин всех снова награждал часами. Меня в том числе. Понимаете? Вот. Ну, может быть, он забыл, что уже у меня его часы есть. Но они разные. Ну, одни заводные просто, классические. А другие кварцевые. Но они уже остановились. А у меня есть часы, если так уж говорить честно, которые в 92-м году мне подарил президент Швейцарии в Давосе. В Давосе. Ну, там так принято. Подарил Нибикера. Так вот эти часы как шли, так и идут. Все время. И абсолютно точно никаких недоразумений. То есть, сделать трехминутный перерыв. Продолжение следует...